Вратарь на просмотре 2 Вратарь на просмотре 2 Внимательно прослушайте этот ролик и только потом уже вернитесь к прослушиванию этого ролика В рекомендуемом ролике я дал основополагающую информацию необходимую для успешного просмотра Здесь же остановлюсь на некоторых моментах которые или не озвучивал или говорил о них недостаточно Что нужно для успешного просмотра вратарю? Ему необходимо оставить свои ворота сухими Как это сделать? Какие две вещи нужно показать чтобы тобой заинтересовались? 1. Ворота останутся сухими если сумеешь правильно руководить своей обороной Запомните, мои дорогие вратари, что в вашей штрафной площади вы и только вы хозяин, настоящий хозяин, а не кто-то другой От того как вы будете руководить защитниками и полузащитниками будет зависеть сухость ваших ворот Если при просмотровой игре вам не знакомы игроки вашей команды, то для надежности в игре обращайтесь к ним по цифрам на их спинах, а не по именам Если вдруг забудете чье-то имя, а это возможно если вы ребят не знаете, то как сможете дать указание? Будете кричать, эй ты посмотри налево или как? Лучше крикнуть тройка посмотри налево или тройка возьми десятку Перед игрой обязательно договоритесь об этом с ребятами, чтобы не было обид Всегда отдавайте предпочтение адресной передаче, а не выносу мяча подальше от ворот Но адресные передачи рукой или ногой делайте вперед ближе к центральной линии Если не уверены в технике защитников, то лучше не выходите из обороны через пас, а делайте нацеленную передачу вперед И еще один очень важный момент Он касается не только просмотровой игры, а игры вообще Если вы видите, что нападающий или полузащитник соперника движется с мячом поперек поля Не важно влево или вправо от вас, то не спешите двигаться синхронно с ним Месси очень часто наказывал вратарей за такую беспечность Достаточно сделать удар на противоходе и даже не в угол А на пару метров от вратаря и последнему будет очень и очень трудно отреагировать на этот удар Если вы видите движение поперек поля соперника с мячом, то оцените возможность удара с его стороны Если видите, что удар возможен, то попытайтесь понять, насколько необходимо вам смещаться в тот угол, куда смещается соперник Иногда полезно вообще не двигаться, если располагаетесь в центре рамки Так как очень часто игроки подсознательно бьют в самый центр ворот, а потом хватаются за голову Это они делают действительно подсознательно, так как удар в тот или иной угол у них не поставлен А удар по центру гарантирует им попадание в рамку ворот И еще один момент, о котором не говорил Когда перед просмотровой игрой вам кто-то захочет сделать пару ударов под перекладину То не следует рисковать и делать умопомрачительный прыжок с ловли мяча у перекладины и падение с ним на газон Такие сейвы ни к чему хорошему не могут привести Можно получить травму и перечеркнуть все надежды на просмотр Лучше демонстрируйте свои умения в игре Еще раз хочу повторить, что тренеров интересуют бесстрашные и в то же время мудрые воротари Если видите, что после вашего броска в ноги сопернику вы завладеете мячом То не раздумывайте прыгайте, не раздумывая прыгайте в ноги Делайте это Каждый такой прыжок это жирный плюс в вашей игре Еще раз хочу повторить одну мысль Если при навесе в штрафную площадку вероятность добраться вами до мяча 50% и меньше То лучше не рискуйте и останьтесь в рамке Помните, что вероятность того, что соперник сделает точный и не берущийся вами удар Намного меньше, нежели вероятность пропуска мяча, когда вы выпрыгнете к мячу и не дотянетесь до него Обо всем остальном я достаточно аргументированно рассказал в том ролике, который вам рекомендовал в начале этой статьи У меня все, ребята, пока Если ролик вам понравился, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Впереди еще очень много интересного, неожиданного и эксклюзивного Субтитры сделал DimaTorzok